После подорожка мы с вами прибыли в Ружаны. Это вторая точка на нашем пути, подорожка Ружаны с Луни. Поэтому мы сейчас с вами зайдем в Ружанский замок и посмотрим его. Погнали! Вход в сам Ружанский замок. Мы видим такой герб. Это не официальный герб погоня. Ой, это запрещено белорусской настой. И статуя. Значит, как вы знаете, вот это вот Ружанский замок, самая главная достопримечательность агрогородка Ружан. Начало его строительства относится к 16 веку. Его построил Лев Сапега. Он также играл важную роль не только во времена Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, но и также из соседних стран. Прикиньте. Также его посещали короли дважды. В свое время туда же находилась казна Великого княжества Литовского, Арсенал. Но, к сожалению, войны, такая война, как со шведами, разрушила этот замок. Его решили затем превратить его в дворцовый ансамбль. Тем более тогда, что он утратил статус, значение замка, как оборонительного. Ну и до наших дней, вот видите, буквально даже в последние десятилетия было отреставрировано входное здание. Здесь, в будущем, как вы видите, здесь происходит сейчас реставрация, здесь будет отель и театр. Вы видите, это вот остатки руин. Видите, здесь, скажем так, заканчивается. Все-таки он был круглый, все-таки это был как-никак замок в 16 веке. И в 17-м. Я думаю, мы с вами туда зайдем. Хотя, я вижу таблички, что, типа, опасная зона, вход на территорию объекта запрещен. Но я что-то, знаете, не удивлен. Нас это не остановит. Величистая очередь здание. Видите, как оно было трехэтажным. А мы с вами заходим внутрь. Так, короче, там направо там овраг. А мы сейчас с вами вот сюда. Как? Придется мне сейчас перелезть. Я лучше сюда пойду. Как раз люди ходят. Лучше, конечно, достать, конечно, GoPro. Она тут бы все показала бы. Мне что-то лень открывать рюкзак. Может, потом как-нибудь нам лучше снимать, конечно, новую камеру. Даже забор. Ну, в принципе, да, заборы молодцы. Что бы не сли, потому что высота здесь неплохая. Метров так... Может, и даже из десяток. Что тут опасно? Я не могу понять. Что, тебе кирпич, что ли, пойдет на голову? Ну, нам надо, чтобы на меня не упал. Давайте еще вот сюда задевать вот арки. Ну, и еще раз далеко посмотрим. Вот, на отреставрированные входные ворота, здания. Фитер только сильный. Это просто так. Мне надо. Ну, я не могу. Не знаю. Вот, я не могу. А от Ружанского замка Такой вот виднеется Прекраснейший вид Справа у нас это костел Пресвятой Троицы 1617 года постройки А слева Церковь Святого Петра и Павла 1778 года постройки Единственный вид только портит Их мебельная фабрика Ружан То ли от костела Но скорее всего от костела Вы наверное слышите этот звук Да вот мне нравится такая вот горочка А так подождите А что там у нас А просто Тупик Ну вы знаете вот эти руины Мне напоминают гальшаны Те которые мы с вами посещали 2 года назад Тоже такие же руины Как и в Ружанах Гальшаны, Ружаны Даже практически одно и то же Ну естественно шутка Итак Итак покидаем мы Ружанский замок Мы еще с вами посмотрим сам агрогородок Ружаны А дальше мы с вами направимся в нашу третью точку Слой 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 А это одна из центральных улиц Ружан Здесь вдалеке вот такие вот скульптуры Ну их вам там вот Пожалуйста деревянные скульптуры Какой-то дядя тут Показан А оказалось это Евстафий Каэтан Сапега О как На фоне Ружанского сельсовета Там вот здесь детская площадка Тоже вот видны вот такие вот скульптуры Но это больше вот такие для детей И вот отсюда еще я вам хочу показать Вид на город Агрогородок Ружаны Еще раз костел и церковь И на этом мы с вами заканчиваем Второй выпуск нашего турне Подороск Ружаны Слоням И мы с вами едем в третье место Город Слоням Где будет его и обзор А пока что лайк Подписывайтесь на колокольчик Все дела вы знаете Всем удачи, берегите себя Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова